Депрессия Депрессия – это все-таки медицинский термин подавления души. И в святоотеческой литературе не встречается вот именно эта характеристика. Говорится об унынии, говорится о печали. Причем об унынии печали говорится в восточной традиции, а об унынии говорится в западной традиции. То есть восточная церковь, она более детально рассматривает эту проблему. И если говорить о современном мире, говорить о современном человечестве, то эта проблема очень большая. Нет такого человека, который бы не слышал, что такое антидепрессанты и не испытывал бы какое-то внутреннее душевное подавление. Один исследователь зарубежный говорил, что если представить человека, на которого наступил слон, и снять его показания, с него артериальные давления, его анализы, биохимию, то вот нечто подобное, даже можно сказать, один к одному будет испытывать человек, который придавлен, подавлен жизненными обстоятельствами. То есть человек, пребывающий в депрессии. То есть это, безусловно, серьезное напряжение, это пресс, который давит человек. Почему так происходит? Что такое уныние, депрессия, наверное, знают все. А вот что такое радость духовная, у таких людей немного. Хотя это диаметрально противоположные понятия. Уныние и радость, депрессия и восторг о Духе Святом. То есть, очевидно, душа – это некий орган, который подвержен определенным духовным воздействиям. Если мы говорим, ну, не просто вот порассуждать ради красного словца, а действительно, чтобы наше слово было полезно слушателям, то, наверное, нужно давать какие-то практические советы, которые каждый человек может применить к себе. И вот в данном случае нужно сказать о том, что не всегда удается с первого раза определить, какое повреждение душевно у человека. Разделим эту проблему как бы на две части. Ну, если это заболевание, то однозначно нужно идти к врачу. Если природа этого повреждения, уныния, тоска, печаль носит характер духовный, безусловно, надо обращаться к священнику за духовным советом, за определенными духовными рекомендациями, как выходить из этого состояния с помощью религиозных практик православных. Вот как определить здесь? Было бы очень просто, если бы вот одни к врачу, у других к священнику. На практике все гораздо сложнее. И слава Богу, что мы, вот священники, имеем возможность врачевать эти духовные недуги совместно с врачами. То есть, если мы видим, что человек имеет какие-то психические отклонения, то такому человеку, безусловно, нужна помощь и консультация специалиста. Но желательно, и даже вот мы говорим обязательно, чтобы этот специалист был все-таки верующий, не атеист. Потому что статистики такой вот лично я не веду, но из своей практики я знаю, что вот примеры сотрудничества верующих православных врачей и священников дают очень хорошие результаты. И люди обретают какое-то утешение, покой. Даже если диагноз с них не снимают, все равно они обретают некоторое успокоение, потому что Бог врачует. Поэтому, конечно, если мы с духовной точки зрения рассуждаем о недуге, уныния, тоски, отчаяния, то нужно смотреть, от чего это происходит. Мир современный, он перевернут с ног на голову. И вот один святой отец охарактеризовал вот эту болезнь мира таким образом. Современный человек, он пользуется тем, чему должен служить, и служит тому, чем он должен пользоваться. То есть, как это применить вот к нашей теме, к теме депрессии? Мы пользуемся благодатью Божией. Она хранит нас. Бог дает нам бесчисленное количество поводов к радованию, духовному радованию. Радоваться за ближних, радоваться тому, что Бог нам дал бытие. И вот современный человек меньше всего думает об этом, о Боге, что он дал ему бытие, и что ему надо служить. Спросите любого человека на улице, остановите, ты думал когда-нибудь послужить Богу? Он сначала не поймет вообще, о чем его спросили. То есть, человек пользуется божественной милостью, но ей не служит. А вот чему же служит человек? Он служит тому, чем он должен пользоваться. Это творение, все творное, то есть, все красивое, все прекрасное, все одухотворенное. Возьмите даже высшие сферы проявления человеческой деятельности, как вот умственная деятельность, творческая деятельность, произведения искусства, музыка, поэзия. Ведь, ну, все это то, чему нельзя служить. Этим надо пользоваться, а человек этому служит. А естественно, здесь, когда человек увлекается и до конца отдает себя миру, он не может получить полное удовлетворение. Мы знаем, что даже многие и деятели искусства сходили с ума или творили такое, что было явным, ярко выраженным протестом Богу. Потом они сходили с ума. И те люди, которые используют вот такие вот их произведения, они тоже повреждаются. Поэтому вот все с ног на голову. А вот для того, чтобы человека сформировать в целостности, и эту целостность потом в жизни этот человек мог удерживать и совершенствовать, здесь ему необходимо осознание явного присутствия Божьего в своей жизни. Конечно, прежде всего, это мировоззрение, философия. Когда человек воспитан в религиозной христианской традиции, он знает, как вести себя в той или иной ситуации. То есть, если это болезнь, если это грех, если это влияние демонических сил, то врачуются божественной энергией, божественной милостью, любовью и церковными таинствами. И когда такой человек приходит в Храм Божий, священникам он говорит на одном языке. Верующий человек всегда понимает верующего человека. И поэтому мы быстро находим рецепты, средства, которые могут в кратчайшие сроки оказать необходимую и эффективную помощь человеку в данной ситуации. Также известно, что во времена военных действий, во времена каких-то экстремальных обстоятельств депрессивные синдромы у людей исчезают, потому что люди мобилизуются, у них появляется смысл жизни и мотивация. Таким образом, они припобеждают вот этой внутренней энергии перераспределения своих сил, перераспределяют вот это движение душевное. Им надо что-то делать, им надо бороться за жизнь. Они сопротивляются, и депрессии не бывает, отступают. Как только наступает какое-то относительно свободное время, спокойное время, как бы болото такое вот в душе, у человека начинают квакать лягушки, появляются тина зловонная, и такому человеку хочется эту воду отогнать, освежить. И где он ищет успокоение? Только не в Боге. Вот в этом основная причина. Конечно, если как бы общий знаменатель подвести под этой проблемой, то получится, все идет от греха. Вот это, конечно, общее утверждение, оно такое объемлющее, но ведь действительно человеческая природа повреждена. Мы тлеем, болеем, стареем. И это видно не только на нашем теле, которое становится дряблым, старым, покрывается морщинами, а потом просто распадается в земле на составные части. Душа человека тоже способна стяжать, то есть приобретать какой-то духовный возраст. Но вот здесь парадокс. Чем больше человек живет, тем душа его становится крепче и сильнее по замыслу Творца, по замыслу Бога. А апостол Павел вывел свою формулу. Он сказал, Внешний человек наш неизбежно тлеет, а внутренний обновляется. Но так совсем нельзя сказать о человеке, который духовно распадается, который находится постоянно под давлением, унывает, тоскует, а то и хочет свести счеты со своей жизнью. То есть душа такого человека больна, и она начинает гнить. Вот этого нельзя допускать, но это надо понимать. Поэтому правильно поставленный диагноз – это 90% исцеления. Поэтому любому человеку, который начинает испытывать симптомы печали, тоски, он должен понимать, где существует цель и смысл его жизни. Цель – это программа минимум. Там построить дом, жениться или выйти замуж, нарожать детей, посадить деревья, облагоустраивать мир, в котором… Это цели, цели, но это не смысл. Безусловно, наличие цели на какое-то время дает человеку энергию, но очень часто цели бывают бессмысленными. А смерть, она упраздняет все. Поэтому, если цели не выходят за границы временного мира, то это бессмысленно – жить. Поэтому нужно обязательно иметь смысл, который будет заключаться в Боге. То есть, любая цель должна подчиняться высокой идее, смыслу, ради чего ты живешь. И вот здесь как раз я закончу свою речь именно тем, с чего я и начал. То есть, человек должен служить Богу. Если он это поймет, он ощутит сродство с Богом. А значит, Бог есть истина, Бог есть свет. Он вселит свои душевные, вот эти духовные, вернее, энергии в этого человека. И он будет истинным и светлым. И в таком человеке будет радость. Посмотрите на святых, которые изображаем на иконах. Из них воссияет свет Христов, который мы изображаем как нимбы. Это радость. И никакой печали, и никакой депрессии в этих людях нет. Они победили грех. Субтитры создавал DimaTorzok